Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к 10 главе книги Даниила. В 10 главе начинается пересказ еще одного видения, которое уже было Даниилу во дне Кира, царя Персидского, того великого Кира II, победителя Вавилонин, который отпускает из плена иудеев и все другие плененные вавилонинами народы. Вот в это время Даниилу было откровение истинное и очень сильное, истинно и великой силой было это откровение. Он понял его и уразумел его. Заметьте, в этом есть некая разница, потому что в двух предыдущих главах два разных откровения. Одно в образе некоего видения, другое в словесной форме должны были быть объясняемы неким мужем Гавриилом, Даниилу. А здесь вот Даниилу разумел и понял. Собственно говоря, целых три главы, 10, 11, 12, как одно целое, рассказывают об этом видении и рассказывают чрезвычайно подробно и очень узнаваемо. Но формально разделен этот рассказ на несколько глав. Начинается рассказ Даниила с того, что он был в сетовании три недели, три седмицы дней. Собственно, рассказ о посте, о том, что вот в скорби Даниил не ест вкусного хлеба, не пьет вина, не ест мясо и не умощает себя маслами. И, наконец, вот был на берегу большой реки Тигра и увидел некоего мужа, облеченного в льняную одежду. Вот некто является ему как такой сияющий образ, с одной стороны человекоподобный, а с другой стороны невероятно сверкающий, потому что там тело его как топаз, руки его как молнии, очи как горящие светильники, блестящая медь, голос речей его как голос множества людей. И видел его только я, а те, кто были со мной, не видели. Вот такое удивительное видение. С одной стороны, что-то такое сияющее, сверкающее, подобное величию божьего престола. А с другой стороны, это человек, один муж, облеченный в льняную одежду, и чресло его опоясано золотым поясом. Даниил описывает одновременно нечто, наполненное сиянием величия, и в то же время вполне, мы бы сказали, человекообразное, вполне человека. Вот этот образ, который часто называют сыном человеческим, подобным сыну человеческому, ну и весьма вероятно, что именно отсюда берет начало тот способ называть себя, которым так часто пользуется Господь Иисус Христос, вот это человек, однако с ним непостижимым образом связано вот это вот сияние топаза, светильников, молнии, блестящей меди, вот эти признаки силы и некоего божественного присутствия. Даниил не обсуждает вопроса о том, как это и что это такое. Он говорит о том, что вот оно некоторым образом совмещается, что-то здесь для него чрезвычайно важным. Ну и вот он слышит голос и в оцепенении падает на лице свое и лежит лицом к земле. Вообще говоря, конечно, падать ниц – это необходимо при встрече с Богом. Еще раз повторю, у Даниила нет и не может быть мыслей о воплощении Бога. Не может быть таких мыслей, но тем не менее он пытается сказать себе и читателю о некоем человеке, в котором будет вот это величие Божьего присутствия. И вот рука касается Даниила, поднимает его, и ему говорится, Даниил, вникли в слова, которые я ныне скажу тебе. Встань на ноги и не бойся, не бойся. С первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смеять тебя перед Богом, слова твои услышаны, как в предыдущей главе, как в предыдущем диалоге. Даниила с неким ангелоподобным мужем по имени Гавриил, «Ты только начал, твое сердце только повернулось к Богу, как уже тебя услышали и уже дается тебе ответ». Снова это повторяется, потому что для читателя это важная вещь. Многие в те времена осознанно или неосознанно, чаще осознанно, были перед выбором, перед выбором никому не поклоняться или поклоняться тайно Богу Израилеву, а формально государственным богам, или только Богу Израилеву выбрать такой мученический путь. Это вопрос все, вопрос, и в каких случаях, как будет действовать сам Бог при таком нашем выборе, это мы хотели бы понимать. Здесь в этой книге причинно-следственных связей не дается, это не пророческая литература, здесь говорится о том, что именно выбор твой, начало твоих действий, когда ты расположил только сердце твое с первого дня, расположил сердце искать разумение, вот это Бог уже видит, не то, как далеко ты продвинулся по пути, а то, какой путь ты выбрал. Ну вот, и... Теперь он приходит возвестить Даниилу, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням. Что будет с народом твоим? И это, с одной стороны, чрезвычайно важно. Ну, представьте себе, да, вот в какие-нибудь трудные времена, они всегда и у всех трудные, некто от лица Божьего говорит, вот я возвещу тебе, что будет с народом твоим. Ты можешь с этим будущим соотнести свою жизнь, свой выбор. Ты можешь надеяться, ты можешь утешаться этим, работать для этого, для того, чтобы приблизилась, обещанная Богом, завершение, так сказать, истории в отдаленные дни. И самое главное, даже если в твоей локальной ситуации все, грубо говоря, плохо, но Бог говорит о том, что будет в последние дни, ты можешь не отчаиваться. Это действительно очень нужная, важная для человека вещь. С одной стороны. А с другой стороны снова разительный контраст между первой и второй половинами книги. Потому что в первой половине, в третьей, например, главе отрики, которых вот-вот бросят в печь, говорят царю, мы уповаем на Бога, на то, что Он нас из печи вытащит. А даже если и не вытащит, мы все равно уповаем на Бога. Независимо ни от чего. Ради Него, ради себя, ради завета. Ради себя в том числе. Вот мы доверяем Богу и в каком-то смысле спроси этих отроков, а вот рассказать вам, что там будет дальше с вашим народом. Они, может быть, скажут, да и нет. В общем-то, а зачем нам это знать? Не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Не ваше дело знать времена и сроки. Вот, может быть, это тоже необходимо соотнести с десятой главой. Не ваше дело знать времена и сроки. Тем не менее, да, апокалиптическая литература вот такова. Она пытается дать картину человеческой истории, осмысление ее. Говорит о том, что власть над этой историей принадлежит Богу, но по большому счету принципиально нового откровения в себе не содержит. «Итак, вот ты расположил сердце твое, вот я рассказываю тебе, что будет с народом твоим, и вот некто по виду, похожий на сынов человеческих, коснулся уст моих, и они открылись, и я стал говорить, и во мне нет силы, и дыхание замерло во мне. Некто подобный сыну человеческому коснулся уст и очистил, и многие пророки, начиная с Исаии Иерусалимского». И позднейшие писатели обращаются к этому образу некоего сына человеческого, который касается уст и очищает их как бы огнем. «Нет во мне силы, дыхание замерло во мне». И ангел, объясняющий, пересказывающий Даниилу видение, говорит, «Не бойся, мужайся». Вот возвещаю тебе, что написано в истинном писании. Нет никого, кто поддерживал меня в этом, кроме Михаила, князя вашего. Кто имеется в виду исторически, тоже не очень понятно. Вот, собственно, вся десятая глава. Это некоторое предисловие к дальнейшему видению, которое будет там, там дальше в одиннадцатой главе рассказываться. Предисловие вот такое удивительно длинное, в котором содержится целый ряд важных черт, но все-таки это еще не само видение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова